друзья всем привет с вами опять руслан сегодня хочу рассказать вам про безгильзовые боеприпасы вообще и про конкретно вот этот вот патрон калибра 473 на 33 дм 21 винтовки хеклер кух г-11 вообще история безгильзовых боеприпасов началась давно для начала расскажу вообще дать что такое безгильзовый боеприпас да это боеприпас которого как вы видите нету гильзы то есть данном случае гильза состоит из прессованной пороховой шашки киев безгильзовых боеприпасов есть плюсы и минусы плюс это в первую очередь малый вес и компактность да мы здесь видим что размер этого патрона безгильзового намного меньше чем размер даже небольшого мало импульсного патрона калибра 5.56 еще один плюс безгильзового патрона это теоретическая дешевизна почему теоретическая потому что они никогда в таких промышленных масштабах как обычные патроны не производились и поэтому естественно всегда 100 лет дороже но теоретически да уменьшается расход ценных металлов латуни например на производство этого патрона теоретически это может быть еще один плюс это упрощение оружия потому что с уходом гильзы уходят два шага в процессе стрельбы особенно автоматической стрельбы то есть это экстракция гильзы из патроника и выброса гильзы на этих этапах происходит обычно больше всего не палата при стрельбе да то есть задержек затыков гильзы там отрывов донец и так далее без гильзовом патроне такого патрона минусы без гильзового патрона это в первую очередь это них низкая механическая стойкость патрона да то есть какой бы порох здесь не было до какого состава не был прессован все равно это менее прочно чем металл или какой-то металл латунь или сталь из которых делается гильза плохая устойчивость соответственно к влаге плохая устойчивость к огню самовозгорание в патронике тоже довольно большая проблема которая была решена конкретно здесь да то есть при автоматической стрельбе патроник очень сильно разогревается и порох может самовоспламениться и как бы с одной стороны было упрощение до оружия другой стороны усложнение тоже но уже там других мест частях оружие например потому что гильза выполняет большую играет большую роль в обтюрации пороховых газов патроники как бы грубо говоря затыкает собой по патроне вот здесь этого нет и вообще как бы это отход это от всех традиционных принципов разработки оружия безгильзовые патроны делятся на две на две верь на на два как бы класса она ну на мой взгляд это патроны с улетающей гильзы и патроны с гильзы сформированы из горючего материала как в данном случае патроны с улетающей гильзы можно хорошо ну про иллюстрацию хорошие этого решения является всевозможные воги да то есть гранаток под свольным гранатометом где порох находится пороховой заряд находится в небольшой каморе который находится как бы в самом заряде до порох поджигается выходит через специальные дырочки и улета патрон со сгорающей гильзой вот он перед вами то есть когда я чуть попозже покажу его конструкцию если вам сейчас буду рассказать про историю интересно можете промотать вот а патрон со сгорающей гильзы можно привести в пример снаряды раздельного заряжания то есть когда отдельно засовывается карту со отдельно засовывается снаряд вот и как бы карту с целиком сгорать история без гильзовых патронов началась на самом деле раньше чем истории гильзовых патронов потому что первые патроны унитарные которые появились это были именно без гильзовые патроны когда патроны себя представлял такой сверток где с одной стороны была ставлена пуля свинцовая и сверток из промасленной бумаги куда засыпался черный дымный порох это был как раз вполне себе без гильзовый патрон потому что бумага сгорала при выстреле также те же самые времена то есть это середина 19 века были и второго типа без гильзовые патроны патроны с летающей гильзы например был такой револьвер фильм фирмы с точнее не револьвера пистолет фирма smith wesson еще до того как smith wesson изобрели свой классический легендарный револьвер то есть был пистолет не помню название на картинке вы его видите который использовал патроны 38 калибра которые себя представляли свинцовый колпачок такой набитый внутри порох то есть представляете большую пульку от пневматики в которую бы за которую добавили еще пор внутрь вот в принципе все с этим пистолетом было хорошо кроме мощности поскольку малый объем пороха не позволял как достичь желаемой мощности в этом пистолете но тем не менее пистолет производился и продавался вот потом наверно следующим этапом развития без гильзовых патронов были немцы во время второй мировой войны когда в конце войны они начали из-за них возле дефицита металлов ценных начали разработку патрона 9 на 19 с именно без гильзовом варианте вот но работая не до конца войны завершить не успели потому что по них только стартовали эти работы в сорок пятом году ну и потом после уже войны без гильзовой темой занимались много кто то есть японцев было авиационная пушка без гильзовой итальянцы в 70-х годах сделали пистолет-пулемет калибр 9 тоже 9 9 миллиметров вот был американский пистолет валканик тоже с без гильзовым патроном у нас у нас был патрон и пистолет разработки гиросименко пистолет назывался вак 7 с 3 и соответственно же имел без гильзовые патроны интересный был момент что в америке производилась винтовка фирмой дейзи дейдь фирма дейзи она до сих пор существует и про в основном занимается производством духовушек то есть пневматических винтовок пистолетов вот и в 68 году они разработали запатентовали начали производить свою мелкашку которая имела очень интересный принцип то есть она она по сути это было духовушка но в которую вставлялись тоже без гильзовые патроны причем у нее не было ни байка ни ударника патроны себя представлял этот по сути пуля от мелкашки вот как вы видите сейчас с таким прессованным столбиком взрывчатого вещества при прикрепленном хвостовой части патрона вот и инициация этого вещества производилась так называемым дизельным эффектом то есть по сути это было духовушка да то есть потому что нужно было ее взвести в воздух цилиндр набирался воздух и при выстреле ну как обычный поршень толкал в цилиндре воздух в маленькое отверстие за которым за которым находилась пуля вот и воздух сжимался разогревался тем самым поджигал этот состав вот и происходил выстрел то есть такая была комбинация духовушки огнестрельного оружия в принципе они довольно успешно продавали они за год мы продали больше 20 тысяч таких винтовок и кучу патронов вот но потом попали под какие-то изменения американского законодательства которые не позволяли этой фирме без специальной лицензии производить производить огнестрельное оружие вот ну и видимо не знаю по каким причинам фирма дейзи отказался производства производства этой винтовки ну и теперь уже возвращаясь ближе к этому патрону история именно вот этого патрона началась 68 году когда немецкий немецкая фирма хеклер кох и также немецкая фирма динамит нобель получили задание на разработку нового стрелкового комплекса с безбильзовым патроном за производство винтовки отвечала фирма хеклер кох за производство патрона отмечала фирма динамит нобель и ну на самом деле эта история вся длилась 20 лет и 68 даже больше 68 года когда стартовали все работы до 93 когда работы официально были завершены вот значит сначала немцы пытались пропихнуть этот патрон сначала они пытались его пропихнуть на вооружение нато но тогда испытание провалили то есть это было где-то всеми седьмом году 10 лет разрабатывали винтовку потом еще десять лет и патрон потом еще десять лет пытались их кому-то продать вот на вооружение нато они не встали потому что испытание провалились потому что винтовка была еще сырая потом долго пытались попасть на вооружение американцам ее предлагали но тоже не не срослось вот и последний этап это был разработка точнее участие в проекте и сиар на современное оружие где вы очень много интересных всяких экземпляров присутствовал кстати винтовки с стреловидными боеприпасами вот всевозможные там многоствольные высокотемпные винтовки и в рамках этой программы и сярунтовка уже была доведена до ума но тоже не прошла до конца все испытания и не попало ни на вооружение нато не на вооружение американцев и в итоге они уже хотели принять на вооружение бундесвера но прозвал советского союза и объединение германии сыграло с немцами злую шутку потому что объединение германии опустошило немецкую казну и вот развал советского союза соответственно снизил угрозу для фрг и в итоге от винтовки решено было отказаться причем реально с технической точки зрения винтовка была очень крутой то есть это на самом деле такой хай-тек такой оружейный когда говорят что все оружейные уже вещи все в оружии стрелковом все что можно изобретено вот всегда можно привести в пример винтовку хеклер кох г-11 которая реально была очень крутая она очень сильно повлияла на наши программы советские пусть именно автомата бакан разрабатывался программа бакан и автомата 94 который мне победил очень сильно было обращено внимание именно на винтовку хеклер кох г-11 что мне было интересно во первых она использовала безгильзовый патрон во вторых эта винтовка имела три режима ну она имела три режима стрельбы одиночными очередью по три и автоматический автоматический режим был обычный то есть он работал со скоростью 600 выстрелов в минуту вот а режим из трех очереди из трех патронов он был очень высокоскорострельный получался то есть он работал примерно так же как наша 94 по принципу накопления импульса отдачи то есть грубо говоря винтовку успел выпустить три патрона с очень большими скоростью стрельбы до того как импульс отдачи настигнет стрелка ну точнее даст ему в плечо то есть грубо говоря 3 патроны ствола уходил еще до того как стрелок дергался от отдачи что хорош сильно повышала точность стрельбы конструкция винтовки тоже заслуживают внимание потому что ну винтовка мела вверх магазин на 50 патронов который находился над стволом патроны там были расположены вертикально и попадали в винтовку как бы вертикально падая вниз пулей вперед после чего специальный барабанный затвор проворачивался производился выстрел и потом затвор поворачивался дальше по часовой стрелке в ней падал следующий патрон и так далее он продолжал крутиться собственно именно вот этот цилиндрический или барабанный затвор обеспечивал хорошую обтюрацию для вот такого интересного боеприпаса так много наговорил уже давайте теперь расскажу про патрон патрон представляет из себя шашку из прессованного пороха вот вообще патронов было несколько как бы они эволюционировали то есть сначала был разработаны патроны 47 на 21 и 47 на 25 которые были не телескопически да кстати что этот патрон называется телескопическим вообще патрон называется телескопическим когда как бы гильза у него полностью скрывает путь вот и если это обычный патрон то он называется не телескопическим в такой терминологии то есть например патрон для нагана он телескопический так и вот этот вот патрон 47 на 33 тоже телескопический вот так вот патроны 47 на 21 и 47 на 25 были обычными но вот вы их тоже продолжаете видеть на картинке но эти патроны как раз у них была основная проблема это возгорание и возгорание в патроннике при самопроизвольное то есть поэтому была полностью изменена химический состав пороха то есть был использован другой порох был созданный не специальный порох который разгорается только при очень низких и высоких температур дабы избежать вот этого пресловутого самого сгора вот патроны себя представляет вот такой вот прямоугольник диаметр у него точнее не диаметр по сторонам это 8 7 и 9 миллиметра и в длину это 33 миллиметра вот все все вот это это прессованный порох но у меня это конечно копия пластиковая вот но вообще но сделано один в один как как и настоящий я имею ввиду пороховую оболочку вот сверху закрывается такой пластиковая крышечкой которая приклеивалась крышка обеспечивала герметичность патрона и защиту его внутри этого шашки пороховой находится пуля пуля тоже очень интересная вот такая микрокалиберная уже можно сказать пуля потому что 47 это уже совсем небольшой калибр пуля имеет стальную оболочку с по-моему с тефлоновым напылением и обычный свинцовый сердечник вот здесь вот идет такой медный поясок небольшой как в артиллерийских снарядах который для лучшего врезания в нарезы и самое интересное здесь еще идет вот такой вот медный колпачок со специальным пиротехническим составом который работает предназначен точнее для того чтобы короче он это типа небольшого типа небольшого реактивного двигателя который поджигается капсюлям вот и в момент когда основная шашка начинает воспламеняться он какое-то время работать реактивным двигателем для пули и выталкивает ее как бы вперед в канал ствола то есть выстрел происходит следующим образом происходит на пол капсюля капсюль находится вот здесь вот как бы за запрессован в эту пороховую шашку вот происходит на пол капсюля капсюль поджигает всю эту пороховую шашку и одновременно поджигает вот этот вот пиротехнический состав в этом колпачке колпачок начинает выталкивать пулю и пока пули как бы уходят вперед воспламеняется уже вся остальная шашка образуется большое количество рахов базы газов которые эту пулю выталкивают дальше вот так что видите тут тоже вроде бы простой такой но довольно сильно замороченный довольно замороченный механизм работы этой пуль так ну и теперь самое интересное да почему же все так хватали за эти за эти безгильзовые патроны да я вот как сказал это там из-за их в первую очередь компактности и вес поэтому дайте просто для примера вам сейчас вешу вот этот патрон весит 5 1 грамм вот этот патрон весит 10 грамм этом без пороха и в нем еще было полтора грамма примерно пороха то есть где-то ночью около 12 грамм весел обычный патрон калибра 223 и это патрон калибра 308 который в то в то время что тоже стоял на оружии германии весит 21 грамм без пороха соответственно с порохом где-то 24 грамма поэтому вот этот вот патрон 4 весит 4 и 7 на 33 весит примерно в 5 раз меньше чем патрон 308 калибра и вас половины раз раза меньше чем патрон 223 калибра что это означает что боец может взять в пять раз больше боеприпаса с собой то есть даже есть расчеты стандартный вес бы комплекта 7 килограмм который с собой тащу соответственно 7 килограммах сколько у нас будет 20 ну очень грубо говоря получалось что вместо 100 патронов 308 калибра можно взять 500 патронов без гильзовых патронов или вместо 250 патронов если 23 калибра можно тоже берет 500 патронов 308 калибра что как бы серьезная подспорь так сожалению такая интересная штука на вооружение так и не попал да по причинам которые описал выше но и немцы с но это только немцы могли так сделать до разработать такую крутую штуку как винтовка г-11 просто космические технологии интересный очень боеприпас действительно наверно при массовом производстве был бы очень мог бы быть стоять дешевле чем обычные патроны одно немцы на вооружение так и не приняли а в 96 по моему году они приняли на вооружение винтовку г-36 которая в последние пару лет как-то опозорились с ее качеством и в итоге переходят сейчас по моему на хеклер кухту и 416 или 417 в общем на платформе r15 винтовка производства хеклер кух в общем вот такой вот сегодня у нас был интересный боеприпас всем спасибо за просмотр удачи пока пока